Экокультура. Как заинтересовать школьников бережно относиться к окружающей среде? Почему важно прививать любовь к природе с раннего возраста? Ответы на эти вопросы, а также какие задачи преследовал экофестиваль «Астана» вместе ярче «Экофест No Waste» смотрите в сегодняшнем выпуске. Утренняя разминка и танцевальный флешмоб стали бодрым началом увлекательного экофест «Но Waste» в столичной школе номер 37. Несмотря на морозное субботнее утро, активисты из 21 школы города собрались здесь за новыми знаниями. Их ожидали разные станции, где дети просвещались на экологических уроках, творили в арт-лабораториях, мастерили эко-сумки, картины и оригами. Мероприятие выдалось насыщенным. В спортивном зале школьники могли обучиться езде на велосипедах, чтобы в дальнейшем выбирать эко-транспорт. Сегодня мы дали старт первому из 11 запланированных фестивалей, которые направлены на развитие экологической культуры в обществе. В первую очередь мы понимаем, что проводниками любых идей очень эффективными являются дети, потому что они очень активны, они очень любознательны. И дети – это наше будущее. Мы хотели бы подойти именно в комплекс с учетом того, чтобы не только государство двигалось в отношении экологии какими-то экономическими методами или методами государственного регулирования, но чтобы и общество созревало для того, чтобы быть готовым к такого рода трансформациям. На маршрутной карте участников арт-лаборатория, пожалуй, оказалась самой креативной. Школьники декорировали торшеры и создавали арт-объекты из энергоемких лампочек. Это доказывает, что старые лампы постепенно заменяются энергоэффективными. А перед тем, как отправить на переработку, их можно использовать и в творчестве. Такой практический урок помог отвлечься ученикам от привычных теорий и попробовать себя в современном искусстве. Мы заявляем, что лампы накаливания, они не актуальны, они не модны, они не воедны для экологии, и из них можно только творить. Они очень красивые, из них можно делать очень необычные арт-объекты, которые украсят нашу жизнь, но нужно их убрать из их использования, чтобы сохранить нашу экологию. Для декорирования удалось собрать много ламп. Приносили их школьники, мотивированные получить взамен трем старым одну энергосберегающую. Оригинальная идея принадлежит одному из спонсоров фестиваля – турецкому производителю стройматериалов. Представители компании также рассказывали о преимуществах энергосберегающих ламп. Интересно, что они полезны даже при отсутствии электричества и способны работать на воде. Даже те источники света, которые мы уже нынче не используем, в силу того, что они устарели, все равно могут найти себе какое-то применение в хозяйстве, пусть даже в такой декоративной форме. Как часто в школах проводятся экологические уроки? Мероприятие показало, что они могут быть полезными и интересными за счет своей интерактивности. Ученики на собственном расчете поняли экологическую и экономическую выгоду переработки отходов, нежели от их захоронения. У нас вот вшили дети игрушки из кусочков ткани, которые обычно мы выбрасываем. Ненужный мусор у нас валяется, мы его выбрасываем. Но оказывается, всему есть применение. Вот у нас есть такая вот игрушка черепашки, игрушка чайки и синего кита. Значит, на уроке мы для детей предложили следующую ситуацию. У нас черепашка погибает от того, что она проглатывает в океане пластиковый пакет, путает с медузой. А, допустим, чайка на мусорной свалке проглатывает гвоздь и тоже погибает. А кит попадает в большое пятно нефти. И тоже ему плохо. И дети должны были просто от лица человечества перед данными животными извиниться и объяснить такую ситуацию, почему же это все произошло. Я думаю, за наш урок дети сделали очень большой вывод. Задумываемся ли мы, как ежедневно расходуем пагубные для природы пакеты средних размеров? Они непригодны для переработки и могут разлагаться на полигонах веками. Школьники познакомились с альтернативными и практичными тряпочными пакетами. На эко-сумке из переработанных материалов ученики по вкусу наносили изображения. В основном с призывом беречь природу. В целом мероприятие очень интересное. Несмотря на погоду, честно, это мероприятие очень согревает всех нас. И оно объединяет ребят с разных школ. Это мероприятие мотивирует меня на то, чтобы сохранять нашу природу, чтобы наша экология всегда оставалась незагрязненной. Потому что, во-первых, если страдает экология, страдаем мы сами. Я советую каждому начать с себя. И это действительно небольшой шаг для нас, но огромный шаг для всей планеты. Просвещаться на эко-фесте могли не только дети, но и педагоги. Для учителей был презентован методический материал «Эко-шкатулка». Он состоит из информативного учебника и игр различной сложности. Среди них и экологическое монополие. Разработчики в лице преподавателей естествознания постарались создать полезный материал. Я сделала три игры разные по сложности. То есть первая игра самая простая. Ее правила могут быть объяснены даже самым маленьким ребятам в начальной школе. А, например, третья игра – экологическое монополие, она сложная. Мне кажется, что как раз-таки через подобные недирективные влияния. Не так, что мы собрали ребят и сказали им, «Так, ребята, для того, чтобы быть экологичным, нужно пакеты не покупать пластиковые, и на велосипеде ездить, лекцию им прочитать». Вот вместо того, чтобы так директивно пытаться влиять, влиять как раз-таки недирективно. Итогом фестиваля стало заключение меморандума между школой и крупночастной компанией по вывозу мусора. Теперь отсортированные по бакам вторичные отходы с учебного заведения будут отправляться на мусороперерабатывающий завод. Авторы проекта призывают последовать такому примеру и другие школы страны. В рамках данного меморандума наша компания установит на территорию школы разноцветные контейнера для пластика, бумаги и отходов стекла. А школа, в свою очередь, обеспечит раздельный сбор, в процессе чего наша компания обеспечит вывоз его в специализированном предприятии города, коим является мусороперерабатывающий комплекс, где отходы, соответственно, получат вторую жизнь в виде строительных материалов эковаты и педгранул. Развитие экологической культуры – вопрос не только одной организации. Отметим, что провести события отозвались сразу несколько государственных и частных структур. Подобные совместные проекты способны решать существующие проблемы по охране окружающей среды. Для нас устойчивость, вообще развитие выражается в экологической первую очередь устойчивости. И для этого экологическое образование является одним из таких важнейших тематик, которые мы будем продвигать совместно с школами, совместно с экологическими ассоциациями. И также с гражданским сообществом. Поэтому мы специально выбрали сегодня территорию школы 37 с директором школы, чтобы начать год именно с экофестиваля, с учителями, с учениками разных школ. Фестиваль «Вместе ярче! Экофест No Waste» пройдет во всех регионах страны. Волна образования энергоэффективности запустится уже с конца марта в столице. Проведение таких фестивалей уже стало ежегодной традицией в соседней России в рамках программы развития ООН. Если там мероприятие посвящается теме энергосбережения, то в Казахстане скорее обрело комплексный ресурсосберегающий характер. Начнется большой старт в конце марта. И пойдут он по городам, через 11 городов. В том числе, кроме 11 городов, есть малые города. И таким финальным завершающим кортом будет в ноябре, в день энергосбережения. Мы будем закрывать. Конечно же, в период реализации всего проекта мы будем говорить о съемках, о видеосъемке. И есть такие планы, что мы будем даже снимать музыкальный фильм. То есть в каждом городе дети будут петь о том, что есть специальные уже песни. И эта песня будет во всех городах. И потом будет произойти монтаж. Такая финальная конференция будет проводиться здесь. Быть энергоэффективным и любить экологию – большой вклад в будущее. Про ответственное пользование природных ресурсов, безусловно, следует просвещать не только в рамках школы, но и в доме. Будьте в курсе актуальных новостей зеленой экономики и смотрите программу через неделю. Редактор субтитров А.Семкин